Ежегодно 4 марта в Беларуси отмечается профессиональный праздник тех, кто обеспечивает наш покой и безопасность. День милиции, который в этом году исполнилось 105 лет. В этой связи сегодня в студии Доброй Раенцы Беларусь, начальник управления информации и общественных связей Министерства внутренних дел, подполковник милиции Наталья Сахарчук. Наталья, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Рады вас видеть и поздравляем с таким большим праздником, с таким большим юбилеем. И давайте сразу подведем итоги, каким стал этот год для беларусской милиции, чем он вам конкретно запомнится, и удалось ли реализовать что-то из намеченного. А наверняка было что-то намеченное. Ну, конечно. Ну, в первую очередь, дорогие девушки, разрешите, я воспользуюсь случаем и поздравлю всех сотрудников органов внутренних дел и ветеранов уже с наступившим профессиональным праздником, ну и прекрасную половину человечества тоже и в вашем лице. Самое главное всем это, конечно же, крепкого здоровья. Ну, а девушкам это женского счастья, и пускай, несмотря на сегодняшние погодные условия, все-таки у нас уже в душе будет весна. Наталья, спасибо. У вас взаимно поздравляем и с вашим профессиональным праздником, и с международным женским днем продолжаем. Да, благодарю, благодарю. Ну, во-первых, начнем с того, что 105 лет. Это достаточно очень большая дата. Не каждая служба может похвастаться своим более вековым уже существованием. В этот день, в частности, мы говорим про 4 марта, мы, естественно, чествовали и ветеранов, и сотрудников органов внутренних дел, и также мы помнили о тех, кто погиб, защищая безопасность, общественный порядок наших уважаемых граждан. Достаточно большая обширная история, то есть сотрудники милиции, как и в послевоенное время, когда творилось в прямом смысле слова в ВКанале, осуществляли защиту граждан. Потом у нас, понятно, была Великая Отечественная война, а в этом году очень важный для всех наш год, это год исторической памяти. Мы помним тех, кто защищал людей именно в то военное время. Потом в послевоенное время достаточно очень разрастался бандитизм, да. Потом лихие 90-е, их все прекрасно помнят, и там достаточно много погибло сотрудников органов внутренних дел, которые днем и ночью, вне зависимости от погодных условий, защищали наших граждан, боролись с преступностью. Ну и в современном мире сотрудники милиции не допустили этой агрессии, которая была направлена на нашу страну, ну и защитили конституционный строй. Поэтому есть с чем и бороться в этом году, в следующем, как говорится, уже 106-м летии, конечно, быть на чеку. На чеку мы постоянно, абсолютно, еще раз повторюсь, и днем, и ночью. Почему? Потому что мы хотим, чтобы в стране был сохранен общественный порядок. Потому что мы хотим, чтобы наши дети ходили спокойно по улицам, и мы не переживали, когда они поздно вечером, ну понятно, без нарушения временных рамок, возвращались домой. Поэтому в прошлом году, если мы подведем итоги работы, в принципе, все сработали достаточно хорошо. Нам удалось снизить количество преступлений, если мы говорим про уголовную направленность, да. Пусть там не на много, на 5%, но тем не менее. Нам удалось сохранить жизни тех людей, которые ранее гибли от преступных посягательств, в том числе и людей, которые получали различные увечья. Нам удалось снизить количество дорожно-транспортных происшествий, погибших и раненых в их людей. Но расслабляться нельзя, достаточно много еще в текущем году, должно быть проделано работы. Также, ну, как бы хотелось отметить, что за последние 5 лет, здесь надо говорить совместными усилиями, и в том числе с представителями средств массоинформации, потому что мы-то работу делали, а вы ее показывали и доносили людей, сейчас я говорю об киберпреступности. Если мы вспомним с вами 5 лет назад, они были, конечно, немножко другие. Они, естественно, модифицировались, и преступность видоизменялась, совершенствовалась, но и мы не отставали, мы тоже совершенствовались, и у нас на сегодняшний момент достаточно сил и средств для того, чтобы бороться с киберпреступлениями, для того, чтобы находить тех людей, которые обманывают наших граждан. И вот я констатирую факт, что за последних 5 лет у нас уже снижение такой преступности достаточно большая цифра на 35%. Опять же говорю, расслабляться нельзя. Но тем более киберпреступления, вот это вот та почва, где постоянно возникают какие-то новые уловки у мошенников, они всегда что-то новенькое такое придумывают. И вот здесь вот отлично, что действительно мы работаем в таком вот тандеме, вы находите методы их обезвредить, приходите действительно часто на телевидение, рассказывайте вы и ваши коллеги, и максимально оперативно пытаемся информировать наших зрителей о том, как не попасться на такие уловки. Но давайте вернемся к приятному. Юбилейный год, я так понимаю, что отмечаете вы не только дату 4 марта, но и весь год будут продолжаться какие-то торжества. Что у вас запланировано на ближайшее время? Ну, начнем с того, что про 12 число. Впервые, особенно в год исторической памяти, год, который очень важен для каждого белоруса, потому что тот, кто не знает и не помнит свою историю, он в прямом смысле не имеет будущего, мы решили нестандартно отметить свой юбилей. Понятно, что 4 числа у нас прошли различные торжественные мероприятия, но все-таки 12 числа, абсолютно верно, 12 марта все сотрудники белорусской милиции в 11.30 сядут в милицейский экспресс, поезд памяти, который отправится в город Брест на железнодорожный вокзал, где пройдет реконструкция боев 1941 года и, естественно, пройдет митинг-реквиум. После чего мы все отправимся в Брестскую крепость, герой, где наша основная цель – это вспомнить тех милиционеров, в том числе, которые погибли во времена Великой Отечественной войны и благодаря которым сегодня у нас с вами мир и покой, благодаря которым мы сегодня спокойно ходим с вами по улицам нашей замечательной страны. И здесь я хочу в первую очередь пригласить абсолютно всех, не только жителей города Бреста, но и нашей замечательной страны и гостей. Ждем вас в 18 часов, 12 числа, в Брестской крепости Герой, чтобы присоединиться вместе с нами к концерту-реквиуму, который посвящен, еще раз подчеркиваю, это Году исторической памяти. Поэтому, пожалуйста, мы вас ждем, там будет очень интересно. Плюс ко всему, перед входом в мемориальный комплекс Брестской крепости Герой будут сделаны различные тематические площадки, где можно попробовать себя в том числе и в качестве сотрудника милиции. Вот так вот будет интересно, уверена. Будет интересно, более того, все это будет транслироваться на телеканале «Беларусь-1». Абсолютно верно, это будет прямая трансляция, поэтому да, мы всех очень ждем, чтобы вместе действительно вспомнить и почтить память тех героев, которых, к сожалению, сегодня с нами нет, благодаря которым мы сегодня находимся, в том числе в этой замечательной студии. Огромное спасибо вам, огромное спасибо всем, кто служит нашему Отечеству. Мы напоминаем, что сегодня у нас в гостях был начальник управления информации и общественной связи Министерства внутренних дел, подполковник милиции Наталья Сахарчук. Вам отличного дня, еще раз с праздником. Продолжение следует...